Токен XRP расширяется и на этот раз ведущая биржа криптовалют включает XRP для торговли напротив евро. То есть теперь будет торговля XRP евро и эта пара будет открываться на все больших-больших количествах бирж. Ну и соответственно сегодня мы поговорим и затронем тему довольно-таки эффективности токена XRP и также поговорим о том, что банк Япония будет использовать XRP для облегчения трансграничных платежей. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время рынок криптовалют никак не отметился. После того, как мы выиграли дело о Grayscale и выиграло дело о SEC, мы несмотря на это увидели дальнейшее снижение рынка. Хотя был потенциал все-таки увидеть биткоины на 29 и 30 тысяч долларов, но этого не случилось. И сейчас мы наблюдаем, как биткоин спустился на 25 700 долларов. Что касается XRP, он тоже спустился, но не так сильно и сейчас торгуется около психологической отметки 50 центов. Если мы говорим про глобальную картину, то как по мне все-таки ретест отметки 42 цента маловероятен. Считаю, что максимум мы можем увидеть с вами 46 центов и это уже будет в принципе последняя такая минимальная цена по XRP. Дальше можно в принципе ничего не бояться, заходить в лонг и ожидать отметок по сопротивлению, это 58 центов. Очень важно нам пробить это сопротивление и пойти выше и в дальнейшем выйти на 62 цента. В принципе, как только XRP это сделает, можно уже говорить о том, что он действительно собрался на ретест локального хая 94 цента и даже выше. Если мы говорим про пару XRP BTC, тоже очень важно в принципе смотреть на эту пару, то здесь мы видим нескончаемое падение и вроде как остановка на недельном таймфрейме. Но что самое интересное, что за долгое количество времени с 2019 года XRP как раз таки начал его ценовой диапазон выходить за вот эту 200 скользящую среднюю. Но зачастую, когда такое происходит, мы видим рост и поэтому я считаю, что в этот раз он тоже должен быть и считаю, что после какого-то в принципе боковика недолгого мы увидим дальнейший рост Ripple XRP. Просто нужно подождать и конечно же набраться терпения. В целом, если мы говорим про общую картину рынка и мое видение, то я считаю, что к концу этого года мы должны увидеть с вами какой-то рост того же биткоина, того же XRP, пускай и минимальный. По крайней мере, биткоин, в принципе, то, что он вернется в район 31 тысячи долларов, это ладно, но то, что альткоины в принципе могут себя показать и оттолкнуться со дна, это в принципе факт. Что также хочется отметить, что если мы говорим про, значит, определенно то, почему XRP, это действительно круто, потому что скорость транзакции 5 секунд и стоит вообще одну, значит, тысячную доллара, да, и вы можете мгновенно отправить деньги в любой голок мира. И, соответственно, это будет довольно-таки быстро. На фоне этого мы видим, что банк Японии будет использовать XRP для, значит, транзакций, для облегчения трансграничных платежей. И, соответственно, SBI Holdings делает на эту ставку. Что касается сравнений, то понятное дело, что XRP и биткоин сравнивать сотый раз вообще не имеет никакого смысла. Пока, в принципе, биткоин полноценно не заработает на Lightning Network, в принципе, даже к этому сравнению можно и не приходить. Но все же напомню, что, например, XRP по транзакциям он быстрее, транзакция занимает от 3 до 5 секунд, у биткоина это 500 секунд. У, значит, биткоина также транзакция обходится минимум 50 центов, у XRP это 2, значит, тысячные одного доллара. Даже и цент они стоят, это транзакция. У, значит, биткоина обрабатываемая способность на 3 транзакции в секунду, у XRP это 1500. Ну и, соответственно, если мы говорим про зеленую повестку, то XRP мегаэффективен в отличие от биткоина. Биткоин забирает 0,3% всей энергии во всем мире. Что также нужно отметить, что Binance, в принципе, либо это какой-то холодный кошелек Binance, либо это кошелек какого-то кита. Здесь с биржи Binance было выведено 41 миллион XRP, это 21 миллион долларов, с биржи Binance на неизвестный кошелек. Хочется напомнить, что до этого тоже были переводы с других бирж на холодные кошельки, что самое интересное. И если мы говорим про будущую цену XRP, как XRP достигнет 10 долларов, то психологически, в принципе, мы с вами увидели обвал. Тут, значит, человек рисовал этот график до того, как должно было это все дело случиться. И здесь, судя по всему, мы должны после боковика откупиться. Все это дело аркеты должны откупить. Значит, в дальнейшем мы можем видеть какой-то боковик и только потом мы можем увидеть хороший рост. Ну а коррекция, которую, в принципе, могут все ожидать, она будет после All-Time High. Ну, вернее, после тех отметок, которые у XRP поставлены как All-Time High в 2018 году. Это, на моей памяти, 3,5 доллара или около того. После этого мы увидим коррекцию на 1,90 доллара и только потом мы разгонимся на 10 долларов. В принципе, такая задумка имеет место быть. Конечно, на кофейной гуще можно гадать сколько угодно. Но с точки зрения логики, действительно, крупный игрок так и поступит. То есть, он загонит цену на тот High, который был у нас в 2018 году. Мы сразу его не пройдем. Мы откорректируемся и только потом пойдем еще выше. Потому что психологический фактор, он очень сильный. Те, кто, например, с 2018 года сидят в XRP и покупали его по 3,5 доллара. А перед ними будет, в принципе, дилемма, выходить или не выходить. И как только, в принципе, киты сбросят цену и поведут ее обратно вверх через какое-то время, они все выйдут именно здесь по 3,5 доллара, а цена пойдет выше. Таким образом, XRP будет лететь без пассажиров и сможет улететь довольно-таки далеко. Ну, а с вами был Лютов Теев, 7.075 и до встречи.